В рамках 21-й международной книжной выставки состоялась презентация целого ряда духовно-просветительских проектов. Один из них называется «В поисках утраченного». Автор его – коллекционер и фотограф Владимир Лиходедов, посвятивший в свою жизнь возрождению памяти о духовном и историческом прошлом белорусов через коллекции старинных фотографий и открыток. В этом году проекту 10 лет. Хотелось бы, чтобы мы, не только белорусы, но в первую очередь мы белорусы, мы знали кто мы, что мы. Потому что действительно сейчас многие уже не хотят читать, перестают интересоваться своей историей. Вообще как-то все уходит. Хотелось бы показать, что и раньше были и образованность, и культура, чтобы люди как-то прививали, помнили своих предков. Ведь древние говорили, что народы, не помнящие свои истории, исчезают. Проект «В поисках утраченного» начал свое существование как газетная рубрика. В течение 10 лет он развился в уникальные международные выставки и издания. В их числе 14 альбомов, посвященных значительнейшим вехам в истории и, безусловно, духовной культуре Беларуси. За это время у авторов нашлось множество единомышленников, один из которых вице-мэр польского Белостока Александр Соснов прибыл на выставку лично, для того, чтобы предоставить экспонаты своей частной коллекции, которая посвящена исключительно изображениям православных храмов Беларуси и Польши на старинных открытках. Можно сказать, что все люди что-то собирают. Большинство собирают купюры Народного банка США или других банков Европы. Остальные собирают марки, монеты. А я стал собирать открытку, и это цель моей жизни. В том смысле, что я хочу собрать эти открытки не как квад, а как доказательство, что православные Польши были, есть и будут. Был представлен и новый развивающийся проект, посвященный памяти Первой мировой войны, в организации которого принял участие Борис Титович. Энтузиаст темы, один из основателей Культурно-исторического фонда памяти Первой мировой войны Кроки, автор памятника и музейной коллекции в Заброде Вилейского района. Вместе с Лиходедовым они радуют за организацию в Беларуси музея Первой мировой, ведь, как известно, в ней совершался не только ратный, но и духовный подвиг наших народов. Страна, которая защитила Российскую империю в свое время от прорыва кайзеровских и австро-венгерских войск в глубь империи, и на протяжении двух с половиной лет почти стоял фронт, который непреодолимой стеной стал для противника, то та земля, которая стала местом упокоения многих воинов многонациональной императорской армии, она должна быть и местом музея Первой мировой. Причем модель эта должна быть не просто построенное здание, в котором опять все собрали, настолько сохранились следы ландшафтно-исторические того периода, что требуется музеификация следов Первой мировой войны.